Будьте уверены, что вы подготовили все для начала процедуры по установке скайсов. Всегда надевайте новые резиновые перчатки перед новым клиентом. Используйте стаканчик с водой. Стаканчик нужно наполнить водой и менять его после каждого клиента. Не забывайте закрывать контейнер для скайсов после выбора кристалла. Перед началом процедуры попросите клиента внимательно прочитать соглашение. Если у клиента аллергия на латекс и бонды, ему нельзя оказывать процедуру. Теперь вы готовы к установке кристалла. Попросите клиента выбрать нужный зуб и кристалл. Зуб не должен иметь трещин и кариеса. Используйте мини-браш для выбора кристалла и положите его лицевой стороной вниз на бумагу. Выдавите небольшое количество Bonding Agent A на бумагу. Попросите клиента прикусить ватный ролл. Используйте клинзингель с насадкой из набора. И нанесите небольшое количество точно на то место, где будет кристалл. И подождите 15 секунд. Поместите ватный ролл в воду. Вытащите и выжмите его. Аккуратными движениями вниз уберите клинзингель. Убедитесь, что он не попал на губу или другие части тела. Если это произошло, смойте его немедленно. Возьмите новый ватный ролл и высушите зуб, пока он не станет полностью сухим. Аккуратно захватите маленькое количество Bonding B кисточкой и покройте место, где будет кристалл. Не используйте слишком много. Это влияет на процесс склеивания. Нанесите Bonding B на тыльную сторону выбранного кристалла. Далее используйте кисточку и разместите кристалл на Bonding Agent A. Немного надавите и убедитесь, что бондинги смешались. Используя кисточку, нанесите кристалл на выбранный зуб и немного придавите его. Для того, чтобы убрать остатки бондинга и при необходимости подвинуть кристалл, используйте кисточку. Используйте лампу-активатор 20 секунд для завершения процедуры. По окончанию процедуры ознакомьте клиента с правилами по уходу за кристаллом. Если у вас возникли вопросы по установке, пожалуйста, свяжитесь с нами.